Все, Матюшка, можно начинать. Святая Владыка, благословите, достаточним отцы. Третья часть конференции посвящена Святому Макарию Великому. Со Святым Макарием мы встречаемся ежедневно, и утром, и вечером, когда читаем наши утренние и вечерние правила, где причины молитвы Святого Макария. Святый Макарий родился в благочестивой семье. Родители его звали Авраам и Сара. Они были бесплотны, не было ни в детей, и они были усердны в молитве, в трудах, в постах. Они кормили странников. И однажды отец великого Авы видит сон, что ему является прадец Авраам, и утешает его, говорит, что родится у него сын. Вот что и случилось вскоре. Его называют Макарием, что значит блаженный. По настоянию своих родителей он послушался, против, конечно, его сердечного желания он женится. Причем на свадьбе, на брачном перо, он усердно молит Бога, чтобы он, имя же виси судьбами, сохранил его в действии и чистоте. Не только его, но и избранницу его. Он по окружению Божьим засыпает. Всю ночь он как-то так проспал. Утром его односельчане взяли с собой на Нитрийскую гору собирать селитру. И когда он там работал на добыче селитры, приходит такая вещь, что супруга его больна. Он возвращается к себе в дом и видит ее горячки. И она умирает. И Макарий, глядя на тело, говорит себе, «Внимай, Макарий, имей попечение своей души, ибо и тебе вскоре предстоит приселиться от этой земной жизни в жизнь небесную». Святой Макарий, он начинает усердно посещать церковь, читать Святое Писание. И вот однажды на одном из богослужений, чуть-чуть я запуталась, он посещает церковь, и приходит такое время, когда мать его умирает, остается один отец, отец слипнет, и он с такой сыновья нежностью, попечительностью ухаживает за ним. Вот приходит время, и отец отходит в иную жизнь, и Макария оскорбит, потому что он видел в своих родителях таких единомышленников, и ему нужно было посоветоваться, потому что он имел очень горячее желание посвятить всю свою жизнь Богу, именно воединение и отшельничество. Он начинает усиленно читать Святое Писание, практически каждый день бывают в Церкви Господние, и на одном из богослужений он видит такого боголепного старца. Нужно сказать, что Святой Макарий, он сам хранит традицию его родителей. Вот его родители каждый раз, когда были в церкви, или за днем памяти какого-то мученика, особо чтимого в семье, которого они любили, они приглашали к себе домой на обед всех странников, которые были тогда в церкви. И Макарий оставляет эту традицию уже после их смерти и видит на службе боголепного отца и говорит, «Очень, ну пройдем мой дом, пустя хлеба». Святой Отец приходит, и он начинает усердно спрашивать о молитве, о подвигах, и начинает просить его, «Возьми меня с собой». Святой Отец получает во сне такое откровение, чтобы он взял его на обучение монашескому деланию. Когда они начинают вместе подвязаться, трудиться, он плетет корзины, вот, чтобы не быть праздным. И так получается, что местный епископ посещает этого отшельника, видит юного подвижника, проникается к нему, такое пастырское любовь о Христе, и включает его в клир. Макария это очень огорчило, и он оставляет своего отца, и уходит чуть дальше в другое селение, там начинает подвязаться. И вот здесь, с ним, вот в этой части его жизни происходит одно такое событие, которое показывает его, как, ну, вообще для меня это было удивительно, может быть, я такой человек эмоциональный, и все, и когда я прочитала, конечно, для меня это было таким получением, к чему стремиться, и отчего ты, к сожалению, пока не имеешь. Святая Макария селится в этом объединении около села, и в селе была она такая девица, она имела некого такого воздыхателя, и получается так, что она стала непраздной. Это был большой такой, ну, шок для родителей, для всего села. Родители начинают ее, ну, как бы, бить ее, и спрашивают, кто нанес оскорбление всему роду. И она, чтобы защитить вот этого своего молодого человека, она просто клеветала Макарии, говорит, вот тот шейнг, который живет около села, это он причинил мне насилие. Ну, конечно, для общины, для селения это был такой шок, его почитали, уважали, но я раз возымела, и они бросаются к его жилищу и влачат его по всему этому небольшому своему поселку, там, вот, и бьют его, на что Макарий вообще ничего не говорит. Его бьют, истязают, обзывают всеми силами, всеми словами поносными, вот он молчит, молчит, и его один знаемый такой друг рядом идет, ничего не может не вмешаться, только горько плачет. и вот когда его совершенно избитого выбрасывают, как труп такой, он его на себе влачит, на место подвигов, Макарий приходит в себя и начинает плести свои корзины, а деньги, которые он получает от продажи этих корзин, он отдает этой неправдной девушке, скажем, этой женщине. Ну, приходит время, судьбы Божьей совершается, и приходит время родить этой молодой женщине, креветнице, а родить она не может. Она терпит такие муки, и все равно, тем не менее, не появляется младенец. Она понимает, что это грех, она сейчас умрет в этих муках, и конспенсованно говорит, что она клеветала, поэтому Господь не дает ей разрешиться от ее времени. Но, что сказать, люди, конечно, чувствуют такую и понятную горечь, и грусть, и печаль, они идут со всем своим селом к окраине, просить прощения от этого отца, и чтобы избежать славы человеческой, Макарий удаляется от этих мест. Он поселяется в одной горе, в пещере, и потом предпринимает такой пульт великому Антонио, чтобы учиться доброделанию. Эта скидская пустыня находится от не тридцат, а в тридцати верстах, практически тридцать километров в нашем землении современном. И именно там его стали называть наш старец за его чистоту его помыслов, за подвиги, за проты, за смирение. Однажды бес тоже истязал великого Макария и говорит ему, знаешь, вот ты не пушаешь, и мы ничего не едим, ты не спишь, мы никогда не смыкаем своих глаз. Одного мы не можем, ты превосходишь меня, и мы не можем победить. Это смирение, смирение, которое ты имеешь. Вот почему я не могу бороться с тобой. В 40 лет Святу Макарии получают дар пророчества, дар власти над чистыми духами. И в житии Святого Макария есть такой интересный случай, как один еретик приходит из Египта к преподобному, начинает мываться над ним и рассуждает о воскресении мертвых. Дело в том, что у еленов они верили в переселение души, начинается такая борьба за истину. И Святой Макарий видит, что этот диалог привык к тому, что братья соблазняются. И говорит ему, ну, какая польза препираться, пойдем на могилу наших братьев. Кто воскресит мертвого брата, того вера и права. Старец простерся на молитву и после продолжительных молений мертвого брата воскресает, и еретик уже все убегает. А Васюсой в телеке рассказывает о том, что он сам видел это чудом, Макарий спросил у одного мертвого, где он положил золото. Там была такая история, что умер муж в одном семействе и он не сказал, где спрятал деньги, которые взял за майдавца. И нужно было отдавать, а супруга с ребенком не знали, что отдать. И это за майдавец говорит, если ты не отдашь, я продам и тебя, и твоих детей в рабство. Она обращается к Макарию за помощью и мертвого воскрешает и говорит, что положил деньги там в определенном месте. Жена откапывает все это и находит. Руфин Пресвитер говорит о том, что как Макари спас одного человека, которого обвинили в убийстве. Он этого убийства не совершал и поэтому попросили опять великого Макария помочь. И он спросил убитого, кто его лишил жизни. Убитый назвал убитый вернее, что убитый говорит, что нет, не этот человек, которого обвиняют, меня убил. Братья им интересно, они сказали, ну давай, воскреси его еще раз и спроси, кто же его убил. Макарий говорит, я не буду спрашивать, ибо достаточно с меня того, что я избал от гибели невинного человека, а виноватого предавать отсюда я не буду. Однажды преподобный исцелил одного юношу от греха обжорства. Он молился и постился за него семь дней, и юноша стал здоров. Святой дал ему наставление не проводить жизнь в своей праздности, но жить своими трудами, трудами своих. Однажды святой Макарий ходил по пещере и увидел череп. Он понимает этот череп и узнает о том, что это череп языческого жреца. И он ему повел то, что когда святой Макарий молится за весь мир, всем им становится там легче. Они получают облегчение. И Макарий говорит, какое облегчение вы получаете? Он говорит, мы сидим в таком дуну, что не видим вообще друг друга. А когда ты за нас молишься, мы видим хотя бы некое очертание своих лиц. и Макарий говорит, а скажи, а есть ли мучения, которые более того, что вы испытываете? Он говорит, да, они же мучаются тем, и хуже мучаются, кто знал Христа и его заповеди, но отвергся их. Тогда Макарий взял этот череп, закопал его и пошел дальше. Потом был такой интересный случай в жизни, его часто рассказывают, повествуют. Был однажды голос к святому Макарию, который говорит ему, Макарий, это не пришел еще в меру двух женщин, которые живут в Александрии. он говорит, встает, значит, покидает свою пустыню, идет в Александрию, находит этих двух женщин, и они узнают, конечно, в трепете подать его многим, потому что великий подвижник, великий старец пришел, конечно, это их удивляет, он говорит, скажите мне, как вы подвязаетесь, на что деят женщина, они так удивлены им какого-то отчего, зачем мы можем подвязаться, вот еще, мы только вчера были со своими мужьями, мы даже не знаем, что тебе сказать, но святую Макарь наставит, и они говорят, что мы две сестры, вернее, мы замужем за двумя братьями, и живем уже 15 лет с ними, но мы никогда не ссорились, мы просили своих мужей, чтобы они нас отпустили в сон дев, но они нам отказали, тогда мы дали обет Богу, и между собой говорили, что не произносить никогда мирского слова до нашей смерти, святой отец их выслушал и сказал, поистине, Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, мирянина, но свободного намерения, принимая его, как самое дело, это добродетельному произволению всякого человека, подает благодать святого духа, действующего в человеке и управляющего жизнью каждого желающего спастись. В жизни Макария пересеклась с эпохой арианства, был такой царь-Валент, и он решил всех пустынников египетских, насколько это было возможно, выгнать их из своих теле. Это касалось великого Макария, его собрата по духу о Христе Иисусе, Макария Александрийского. Их взяли из пустыни и направили на один остров. Там жили только языческие племена, языческие жрецы. Ну, к чему это привело? Привело к тому, что языческий храм стал христианским храмом, а все население этого острова стало христианским. Народ стал возмущаться, что долго нет авы, великого, как они прибегали по всяким вопросам. И он, боясь народного возмущения, он возвращает двух отцов в свои пустыни. Преподобного отца посвящало очень много людей, и у Макария была гостиница. В этой гостинице был один такой инок, подвязался, и он имел такую страсть, он утаивал деньги, у больных, у монахов, у приношений, а Макария это прозрел. Прозрел и говорит ему, отец, ну, не делай так, это нехорошо. Он не внял. И удивительное долготерепение Господня, Макарий великий умер. Он еще жил, этот инок в этой гостинице, управлял ею еще 15 лет, и атака не предстал от своего греха. Пока все-таки однажды возмездие Господня его настигло, он стал гнить, он покрылся под проказой, ну, и так отдал свою душу. Не скажешь Богу. Рассказывается о том, что как однажды Абамакарий шел со своим учеником и говорит, ты иди впереди, а я немножко позже подойду. Ученик идет вперед жрец языческий. Говорит, ты, демон, ты куда идешь? Ну, жрец особо там не стал. Вот он взял и таково его отбасил и убежал. Убежал, проходит время, идет Макарий великий. Макарий видит опять же этого жреца, он еще такое тяжело древновое, ему говорит, спасайся, трудолюбие, спасайся. Вот эта доброта, крутость его голоса так удивила распробовала жреца, что он упал ему преподобному ноги и говорит, научи меня христианству, возьми меня выночество. И по этому случае преподобный дал наставление братья, что злое слово доброго делает злым, доброе слово и зло их соделывает добрыми. Когда святому Макарию пришло время отходить ко Господу, ему удивился великий Антоний. Вот и сказал, что через определенное время, через девять дней, он отойдет ко Господу. Вот Макарий собирает свой духовный чад и говорит тому, чада, наступает время, мое благошествие, я вас предаю благости и милосердию Господнему. Прошу вас, сохраняйте отеческие уставы, предания постников. И представился. Предание говорит нам о том, что когда Макарий умер, душа отходила на небеса, обезы говорят, о, Макарий, какой славы ты сподобился. Макарий говорит, я боюсь, ибо я не веду ничего доброго, чтобы я сделал. Обез опять продолжает вопить, ты избежал наших рук, Макарий, избежал. Нет, отечался твой, но надо еще избежать. И когда преподобный был уже во вратах рая, бесы сильным воплением кричали, избежал нас, избежал. Да, скота Макарий, ограждаемой силой креста моего, я избежал ваших поздних. Вот по преподобному Макарию, труды преподобного Макария есть и в добротолюбии, но у нас отдельная книга была «Духовные беседы преподобного Макария». Мы сделали из них некоторые выписки, опять же, насколько я смогла сама их то, что осмыслить, хотя бы умом как-то понимать, что то, что ты читаешь, тебе более-менее как-то и понятно. Но тут хотелось бы два слова сказать, что по трудам святого Макария происходит, и эти споры до сих пор не закрыты, они касаются так называемого Макарева корпуса. В XVIII веке парижские патрологи нашли некоторые, как они считают, черты мессолианства. Мессолиане, там Богомилы их звали, Евтихиане, они были осуждены на третьем сельянском соборе 431 года, но им нравилась идея самого Макария, что еще здесь на земле они могут вкусить как бы спасение. И они развивали эту идею по-своему, создали такую свою определенную касту, и проблема самих этих мессолиан, она была в том, что они предполагали, не предполагали, они это получили, что в человеке, в его душе после грехопадения душа обиталищем дьявола, обиталищем дьявола, на что Макарий сам говорит, что свойства самой природы вследствие от грехопадения прародителей не меняется, единственное, что сам Макарий у него был есть такой момент, я потом вспомню более подробно скажу, он говорит, что человеческая душа, да, она может, вернее, тело человеческое может быть вместилищем темной силы, но при каком условии, если сам человек живет греховно жизнью, и тогда бесы могут обитать в этом человеке, и если человек хочет освободиться от этого влияния, тогда он уже ходит к отцам, принадлежит церкви Христовой, участвует в правительстве церкви, и тогда демоны не имеют над ним силы. Дело в том, что сами вот эти бессоляне, они отвергали церковь как учреждения, таинства, а все предполагали, что можно делать, сотворить только своей единой молитвой. Молитва и все. И Дамасхин как-то говорил о них, что они принимают демона, который действует в них за Святого Духа. Это была достаточно большая секта церкви Христовой. В Ельсе и Ефтихиан были подвержены очень многие монастыри, которые закрывались потом. Это большая была проблема. Но тем не менее, до сих пор корпус, макали в корпус из-за того, что такие разногласия в рассмотрении духовных бесед все-таки остается практически непререкаем. А так по официальной версии говорится, что у Макария Великого одно послание к монашесу, есть 50 бесед, какая-то молитва. В общем-то и все. И еще конечно как-то так с осторожностью говоришь, что до XI века практически труды святого Макария византийской патрологии, византийских трудах не рассматривались. Но с вашего позволения, если несколько выписок из духовных бесед преподобного Макария. Вопрос. По Елику грех преображается в светлого ангела и уподобляется почти благодатью, то как можно человеку разуметь поздние дьявольские и как отличать и принимать то, что от благодати? Ответ. Что от благодати, в том есть радость, есть мир, есть любовь, есть истина. Самая истина побуждает человека искать истину. Всякие живи греха исполнены смятения, в нем нет любви и радости пред Богом. Цепорий похож на салат, но один горе, а другой сладок. И в самой благодати есть подобная истина, и есть самая сущность истины, как, например, святильник горит в доме, иное повсюду от него сияющий луч, иное же более блистательный и ясный свет к самому святильнику. Каким образом падают и те, в которых воздействовала Божья благодать? Самые чистые помыслы бывают поползновенно и падают. Человек начинает превозноситься, осуждать другого и говорить, ты грешник, а самого себя признают праведным. Разве не знаешь, что говорит Павел? Да дейся мифакостям в плоти, агил сатанин, да мифакостям деяль, да не превозношуся. И в чистой природе есть возможность превозношения. Случается же, что сатана ведет разговор с тобою в сердце. Смотри, сколько неистовства исполнена душа твоя, сколько обременен ты грехами, что не можешь уже спастись. Сие же делает, чтобы вернуть тебя в отчаяние, потому что неприятное ему спасение твоё, ибо как скоро через преступление вошел грех, ежечасно беседует он с душою, как человек с человеком. Человек может ли пасть, имея благодатное дарование? Ответ. Если возня родит, то падет, потому что враги никогда не остаются бездействия и ведут брань, не предаваясь ленности. Коль не паче не должен ты прекращать искание своего без Бога, ибо много бывает тебе вреда, если предашься неродению, хотя бы по-видимому испытанный ты был в самом таинстве благодати. Пребывает ли благодать в человеке после падения? Богу угодно снова вести человека в жизнь, и он увещивает человека, чтобы снова восплакал и покаялся. Если человек продолжает себя делать, то, кающегося в давних своих прегрешениях, Бог убеждает снова плакать и приносить покаяние. В каком смысле христиане делаются выше первого Адама? Адам был бессмертен и не тленен по душе и по телу, а христиане умирают и светлевают. Истинная смерть души внутри, в сердце, и она сокровенна, ею умирает внутренний человек. Посему, если кто перешел от смерти в жизни сокровенной, то он истинно и во веки живет и не умирает. Даже если тела таковы и разрушаются на время, то снова будут воскрешены во славе, потому что освящены. Поэтому смерть христиан называется сном и успением. Из 16-й беседы о том, что духовные люди подлежат искушениям и скорбям проистекающим от первого греха. Ум о душе, как умерши для Бога, должен начать плач и проливать слезы, непрестанно предаваться скорбе, сердечно сокрушаться, быть в страхе и заботе, всегда олгать и жаждать блага. Таковым приходит благодать Божия и надежда, и у него уже нет плача. Напротив того, радуется он, как нашедшие сокровища, и снова трепещет, чтобы не утратить, как он его, потому что нападают разбойники. Они имеют страх, не страх людей, устрашенных лукавыми духами, но страх и заботу, как распорядиться веренными им духовными дарованиями. Таковы человек почитать себя уничиженным паче всегрешников, и такой помысл наслажден в нем, как естественный. И чем глубже входит он в познание Бога, тем больше почитает себя невеждаю, чем больше учится, тем паче признает себя ничего не знающим. Сие же сприсшествующая благодать производит в душе как нечто естественное. Уже ли сатана знает все помыслы и намерения человеческие? Ответ. Если человек, обращаясь к человеку, знает, что касается до него, и ты, прожив 20 лет, знаешь касающегося до ближнего твоего, то как сатане, который от рождения твоего при тебе не знает твоих помыслов, когда ему уже 6000 лет. Не говорим, что прежде, нежели искусить человека, он знает, что будет человек делать. Искуситель искушает, но не знает, послушается ли его или не послушается душа, пока не предаст она воле своей в рабство. Не говорим также, что дьявол знает все помыслы и желания сердца. Как древо имеет много ветвей и много членов, так есть несколько ветвей помыслов и намерений, которыми овладевает сатана, но есть другие помыслы и намерения, не обладаемые сатаной. Человеку надо по собственному произволению возделать землю сердца своего и трудиться, потому что Бог требует от человека труда, усилия и делания, но если не явиться свыше небесные облака и благодатные дожди, ни в чем не успеет трудящийся земледелатель. Если не будет у человека предачами радости и надежды, что примет избавление и жизнь, то невозможно стерпеть скорби и принять на себя время и шествие тесным путем, а сопровождающего надежда и радость делает, что он трудится, терпит скорби и принимает на себя время и идет честным путем. Как головне трудно бежать от огня, так и душа не иначе, как с великим трудом избегает огня и смерти. Всего же чаще сатана как бы под видом добрых помыслов, что можно благоугодить всем Богу, делает свое внушение душей и вовлекает ее в предприятие тонкое и благовидное, и вовлекаемое не умеет различить, и оттого впадает в сеть и погибель в дьявольскую. Самое главное оружие для борца и подвижника состоит в том, чтобы вошедший в сердце сотворил он брать сатаною, возненавидел сего самого, отрекся от души своей, вневоснованью, укорял ее, противился привычным своим пожеланиям, препирался с полмыслами, боролся самим собою. Если человек, находясь еще во брани, когда в душе его действенны и грех, и благодать представятся из мира сего, то куда поступать сей, одержимый тем и другим? Ответ. Поступай туда, где ум имеет свою цель и любимая им. Тебе, если постигает тебя скорбь и брань, должно только воспротивиться и возненавидеть, ибо чтобы наступила брань, не твое это дело, а ненавидеть твое тело. И тогда Господь видит ум твой, потому что подвизаешься и любишь Господа от всей души, в единый час удаляясь смерть от души твоей. Господь пришел, пишет Святому Макария, чтобы спасти грешных, воскресить мертвых, оживотворить умышленных, просветить находящихся во тне. Как тело близко к душе, так и Господь близок и готов прийти и отверсти заключенные двери сердца и даровать нам небесное богатство. Он благ и человек любив, и обетования его не ложны, если только с терпением взыщем его до конца. Вот здесь небольшая карта, на которой видно, насколько египетская земля была населена святыми монахами. Вот здесь и стрелочка написана апостоле Кили, преподобный Макарий подвязался, чуть ниже Макарий Александрийский, еще ниже один из отцов, который будет назван великим, это Бахоми. Вот о великом Бахоми, он начальник общежительного житья монахов, говорится о том, что у него на Пасху однажды собралось 50 тысяч монахов. А напротив уже там напротив Нила интересный момент был, что был женский скит, и когда там умирали монахини, они в лодку тела положат, через него отправят, а отцы на берегу уже забирали тело и хоронили уже, сами там отпевали и хоронили в пещерах. Последнее из наставления Святого Макария, которого в Добротолюбии я нашла. Господь непрестанно ударяет двери сердец наших, чтобы отверстие мы ему, и он вошел и подчел в душах наших и соцарил обитель у нас. Ибо говорит все, стою при дверях и толку. Для того он благоволел много пострадать, предал тело свое на смерть и скупив нас от рабства, чтобы пришедших к душе нашей сотворить вне обитель. Ибо и пища, и питье, и одежда, и покров, и упокоение его в душах наших. Посему непрестанно ударяет в дверь, желая войти к нам. Примем же его и ведем внутрь себя, потому что и для нас он есть и пища, и питье, и жизнь вечная. И всякая душа, которая не прияла его в себя и не упокоила его в себе ныне, или лучше сказать сама не успокоилась, упокоилась в нем, не имеет наследия со святыми Царством Небесным и не может войти в небесный град. Ты сам, Господи, Иисусе Христе, веди нас вон и Аминь. Благословите. Спасибо, Господи. На сегодня вот так. Благословите. Благодарим вас. Если позволите, чуть-чуть прокомментирую, что-то добавлю. Спасибо, Господи, Владимир. Вот. Рад, что вы основные действительно раскрыли моменты, которые я тоже хотел было раскрыть, новое. Когда Макарий Великий встретил жреца, который побил впереди идущего монаха за грубое слово, Макарий говорит, радуйся, трудолюбец. А тот говорит, а что ты во мне увидел доброго, что ты меня так приветствуешь? Это диалог у вас немножко сокращен, а там был диалог такой. А Макарий говорит, ну как, еще только утро, а ты, смотрю, берешь бревно, куда-то спешишь, трудишься все-таки. Ну и тогда он отвечает, жрец, вот ты добрый, а вот до тебя шел монах, он злой, я его побил, он сейчас умирает уже, пойдем поможем. Добежали, помогли этому ученику Макария. Вот. И тогда Макарий сказал, что доброе слово и злого человека может сделать добрым. А злое слово и доброго человека может сделать злым. Конечно, для нас это пример для всегдашнего нашего обращения с людьми и с нашими церковными людьми, а также с внешними. Всегда нужно увидеть у любого человека что-то доброе в нем заметить. Мы знаем, что вот в частности на Кубани люди, труженики такие, особенно хлеборобы, вот, или кто в администрации трудится, или учителя, надо как бы признавать их тоже труд, да, где-то может быть они неоптимальны, где-то в силу своих убеждений трудятся, но все-таки признавать с почтением, с уважением к ним относиться, ну, в этом плане перед ними смиряться. Некоторые отцы еще, видя усердие какого-то человека даже в неправильном труде, в таком неспасительном, себя укоряли. Ну, допустим, спортсмена мы видим, да, особо смысла нету, как говорится, в тренировке тела мало пользы, вот, но тем не менее, мы должны себя хотя бы укорить, вот они ради тленного венца столько трудятся, ради победы на Олимпиаде, а мы ради своего спасения трудимся гораздо меньше, вот, и Макарий Великий отличался именно тем, что всегда себя смирял перед всеми, это люди чувствовали проявление такой благодати Христовой, через смирение, и он таким образом многих и многих людей обращал к покаянию. Ну, как вы, Мапушка, считаете, те женщины, которым шел в гости Макарий Великий, в абсолютном, скажем, понимании, были выше Макария Великого и ты? А почему все-таки Господь сказал, вот, они выше тебя, почему-то сказал. Он сказал еще возможность ему смириться, чтобы не вознестись, не слышно, да, да, слышно. На самом деле, очень подобный случай был, мы знаем, и Антония Великого, когда Господь смирил, говорит, что ты себе думаешь, вон, сапожник Александр Ильич гораздо выше тебя. Такая речь от Бога была к этим двум подвижникам. Ну, тот момент, когда они про себя думали, что вот, наверное, я уже чего-то достиг, может, еще есть кто-то подобный мне или нет, то есть, некоторые такие помыслы высокомные приходили, и не сказать, что они их принимали, но, может быть, приняли бы, если бы Господь вовремя не вмешался, и он смирил. Сначала Антония Великого говорит, иди в Александрию, там сапожник, он святее, чем ты. Вот, ну и потом, когда он уже скончался, то Макарий Великий про себя подумал, я, наверное, сам был большой подвижник, вот, и Господь смирил его, сказал, что женщина выше. и в тот момент, когда Макарий Великий представился, кто он такой, представился, то женщины действительно были удивлены, что он у них еще спрашивает совета, спрашивает о их жители. и они сильно смирялись перед ним, конечно, вот, видя его смирение, вот, и, ну реально, они, конечно, мертвых не воскрешали, как Макарий Великий, конечно, они такого, мудрости такой, не имели, как Макарий Великий, но, тем не менее, самым главным своим помыслом, они, ну, тем, что они себя считали ниже всех, они подали урок Макарию Великому, который при всей своей святости, вот, был, ему было необходимо себя считать ниже всех людей. И, вот, вы сказали, что в молитвах мы встречаемся, Алисей Ильич Осипов часто приводит эту молитву, Боже, очисти меня грешного, я кони, кори же, сотвори благое при тобой, Макарий Великий говорит, при том, что он воскрешал мертвых уже, он считал, что он еще ничего доброго не сделал, дай мне положить начало по благодати твоей. Но, из этой истории с этими женщинами тоже нам надо сделать вывод, что, видите, какая планка была у этих женщин. Я вот все время говорю о том, что самокритично нужно к себе относиться, не удовлетворяться нужно своим нынешним положением в плане своего состояния духовного. То есть, внешним нужно быть всем довольным, а то, что от нас уже, этим нужно все время быть недовольным. и они желали сначала быть в монастыре, но потом пришлось по послушанию родителям, видимо, выйти замуж, вот, они к мужям обратились отпустить нас в монастырь, те говорят, нет. Ну, тогда женщины смиряются опять по послушанию, живут, казалось бы, внешне мирской жизнью, а мыслями все время пустыни. Вот, и, видимо, себя смиряли еще, что они оказались недостойными принять иноческий сад. Надо сказать, что на Руси у мирян и у князей, княгинь, зачастую были всегда такие вот помыслы, что да, я князь, я не сподобился быть в монашестве, ну, поэтому княжское послушание несу. И, собственно, наиболее проявили себя в княжском служении именно те, которые имели планку, для себя иноческого жития. То есть наше житие на небе. И вот это укоренилось в русском народе. И потому русский народ сильнее всех на земле здесь. Потому что у него планка еще такие та, чтобы служить только Богу. Но здесь он вынужден ради своих близких, ради послушания, ради Родины своей послужить людям. А так желание многим было монашеству. вот. Еще надо отметить, что Макарий Великий убежал от места своего подвижничества не тогда, когда его клеветали, накинулись и били камнями. Он тогда не убежал, он рядом с ними трудился. Но когда стали прославлять его, вот тогда он уже стал менять место жительства. Это очень важно. И для нас это тоже пример такой, что промысел Божий надо принимать, когда где-то нас смиряют, даже неправильно, гонят. Надо перетерпеть, потому что это следствие нашей внутренней ну скажем нечистоты, страстности, что нас кто-то смиряет. Надо потерпеть на этом месте. Ну а когда если нас будут хвалить как-то сильно, там уже надо думать, советоваться, может быть, пора и удивительно то, что вы рассказали, когда Макарий Великий, представляете, как он себя хоронил, даже когда мытарство проходил и бесы уже кричат ему, надеясь гордый помысел для него вселить, даже на мытарство, представляете, говорят, о, Макарий, ты нас избежал наших польз. Он говорит, еще нет. Потом опять говорят, да нет еще, не все мытарство прошел. И перед царскими вратами уже он только сказал, что благодатью креста я смог избежать вашей позиции. То есть не по своей праведной жизни, а только благодаря тому, что меня Господь покрыл от вашей позиции. При этом, если кто-то помнит из вас, есть в житии Марка Фрочесского был такой великий подвижник, он ушел в глубокую пустыню, потом его кто-то из подвижников других нашел, а он весь обросший был, даже весь в волосах, ему Господь дал такие волосы для прикрытия, потому что вся одежда стрела уже и ушел подвижаться Марк Фрочесский еще во время гонений, и вот его посетил один из подвижников, и Марк спрашивает, как сейчас христиане живут, как церковь, гонима она или нет, а тот отвечает, благодатью Божию, вашим молитвами, молитвами таких подвижников, как ты, церковь имеет мир, много очень храмов строится, много людей к вере приходит, когда Марк спрашивает, а есть ли сейчас такие люди, которые скажут горе этой, указал на гору, встань и двинясь в море, гора стала шевелиться, подниматься, а он ей говорит, стой, я не тебе, говорю ты, я видишь, с братом разговариваю, ты стой на своем месте пока горе, говоришь, вот, и его спрашивают, есть ли вот сейчас такие люди, тот говорит, а тот в ужас пришел, от такого чуда, говорит, ну таких не встречал я еще, вот, и при этом, представляете, вот этот Марк Фрочевский был задержан на мытарство, на час или на полтора, говорится, в его житии, вот, а что иначе причина, по-моему, говорит, это значит, что он мог вообще погибнуть, то есть, при всем подвижничестве, святости, человек всегда должен быть о себе смиренного мнения, это очень-очень важно, вот, был вопрос Макариу Великому, дьявол действительно видит все душевные наши, скажем, порывы, душевные наши, помыслы все наши, он отвечает, нет, только он может подавать помыслы, вот, ну, отцы так говорят подробнее, если об этом сказать, дьявол действительно не знает наших мыслей, он может вкладывать нам всякие помыслы, и по внешним проявлениям человека, по взглядам, по движениям, жестам, мимике, он понимает, мы приняли помысл или нет, так же, как и среди людей, тоже, один другому что-то говорит, и по реакции уже видит, человек верит ему, не верит, принимает, не принимает, вот, а наши мысли сердечные знает только Господь, щитежитель, вот, и так, я вот написал, Господь и намерение целует какому-то тоже эпизоду, сейчас вспомню, о чем вы говорили, Машка, напомните, может, что Господь приветствует и сами намерения, а, это, наверное, про эти же жен, которые хотели стать монахиней, но не случилось, и вот, все-таки Господь принимает уже их подвиг, как будто бы они на самом деле монахиней, но так надо сказать, что, если мы задумали плохое дело, грех какой-то, и все со своей стороны применили к тому, чтобы грех состоялся, но не удалось, что-то украсть, не удалось, еще что-то сделать, то Господь принимает, как будто мы уже совершили грех, надо в этом уже каяться, обязательно, если такое было, то в этом уже каяться, очень действительно умилительно, когда вы рассказали, что Господь стучится в наше сердце, Он пострадал для того, чтобы войти к нам, и представляете, как Господь смиряется, как бы стучится к нам в сердце, просит ночлега, просит покрова, просит пищи себе, вот, это все, условно говоря, как бы, Он нуждается в общении с нами, но не то, что Он по существу нуждается, Он Бог Всеблаженный, а настолько Он любит человека, что все, все делает для того, чтобы мы открыли свое сердце, и Он, как Творец, наш, Спаситель, вселился в наше сердце, надо об этом всегда помнить, вот, и еще, как Господь сказал, потому что если мы делаем доброе дело людям, Он принимает, как будто мы ему делаем доброе дело, то есть и внешне надо стараться подвизаться, и внутри, внутри, смотреть за своими помыслами, во своих подвижнических словах, 50, вернее, Машка, 7 слов подвижнических, да, и 50 духовных бесед, вот, Макария Великого, в корпусе, Макария, вот, и Он очень много говорит как раз о внутренней жизни, о брани, о молитве, вот, ну и сам своей жизнью всей показал, в его житии много таких моментов, где, видно, невероятные его смирения, они очень дружили с Макарием Александрийским, вот, вместе, Макария Великого называли еще земным богом, за его величайшее смирение, при том, что он мертв воскрешал, но он о себе был очень такого мнения смиренного, вот, ну, я думаю, тоже, желательно про него почитать в житиях святых поподробнее, и уже с особенным чувством читать вот эти молитвы утром, вечером, что написал-то, составил такой великий святой. Благодарим за беседу, Машка, за лекцию, благодарим.